Привет друзья! Сегодня я вам покажу, что находится внутри пчелиного улья, а также расскажу, как отличить настоящий мед от поддельного. А если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь, впереди вас ждет очень много интересного. А также советую подписаться на мой второй канал Best World Music, на котором есть музыка моего собственного сочинения, а также музыка, чтобы быстро уснуть и хорошо выспаться. Подписывайтесь, ссылка в описании. Все началось с того, что я побывал на очень необычной пасеке, где пчелиные ульи имеют непривычную для меня форму. По сути дела, это отрезок бревна с соломенной крышей, и таких ульев на пасеке около сотни штук. Давайте послушаем, что сами пчеловоды говорят о таких ульях. Они за стекло. То, что в виде дупляночки называется, это бортничество, древний способ сбора меда. Сбор дикого лесного меда, в этих дуплянках не ставится ни рамка, ни ващина, ничего. Это так же, как и в лесных условиях. Откачивается такой мед один раз в год. Это пчела серая кавказская, от хозяйка. Отличается тем, что у нее хоботочек длиннее, достает нектар из красного клевера и из каштана. Как вы слышали, улей такого типа называется дуплянка, а сам способ добычи меда таким способом называется бортничество, от слова борть, что означает дупло дерева. Такая форма пчеловодства является самой старинной и появилась несколько тысяч лет назад. Поначалу мед добывался из дупел деревьев, а затем пчеловоды сами стали изготавливать домики для пчел из бревен. Сам же улей изнутри выглядит вот таким образом. В нем находятся соты, сделанные пчелами из воска. В которых выводятся личинки и хранится мед. На этом снимке пчелы еще только начинают строительство сот. Залетают и вылетают пчелы через специальные отверстия. Мне удалось заснять этот процесс. Заметили, как пчела побежала внутрь с желтыми мешочками? Это она потащила пыльцу, которой питаются личинки пчел. Это основные этапы развития пчелы. Яйцо, личинка, предкуколка, куколка и пчела. В состав пчелиной семьи входит матка, рабочая пчела и трутень. Основная функция матки это размножение. Она способна откладывать до 3000 яиц в сутки. Рабочие пчелы тоже являются самками, но яйца они не откладывают. Выполняют различные виды деятельности. Например, уборка внутри улья, уход за личинками и маткой, сбор нектара, пыльцы, создание сот и меда. Трутень это самец. Трутни выводятся из неоплодотворенных яиц. Основная их функция это оплодотворение пчелиной матки. Делают они это в полете, когда королева вылетает из улья. За один раз матку могут оплодотворить до 8 трутней. Причем после спаривания трутни сразу же погибают. Хотя и уцелевшие трутни тоже живут недолго. Так как ближе к осени пчелы изгоняют их из ульев, чтобы избавиться от лишних нахлебников. А так как трутни не умеют добывать нектар, то погибают от голода. Ну а теперь давайте разберемся, как отличить настоящий мед от поддельного. Этим способом очень любят пользоваться уличные продавцы. И сейчас я их разоблачу. Как видите, я налил немного меда в тарелку. Это 100% натуральный мед. Наливаем немного воды и начинаем совершать круговые движения. Через несколько секунд структура меда меняется, и мы видим нечто похожее на соты. Хитрые продавцы меда называют это генетической памятью, так как мед находится в сотах и запоминает это состояние. И сейчас опять начал его принимать. Сейчас нальем в тарелку немного арбузного меда. Хоть его и называют медом, но ни к пчелам, ни к сотам он не имеет никакого отношения. Кому интересен рецепт такого меда, ссылочку оставлю в описании. Наливаем воду и начинаем совершать круговые движения. Через несколько секунд тоже стали образовываться соты. А это сироп шиповника. Его я купил в аптеке. К пчелам и сотам он тоже не имеет никакого отношения. Но тем не менее, соты в нем тоже образуются. А это самый дорогой в мире и самый редкий серебряный мед. Да шучу, это самый обычный шампунь. Интересно, что же будет с ним? И о чудо, в шампуне тоже начали образовываться соты. Неужели его тоже пчелы делают? На самом деле, данное физическое явление называется ячейки бинара или релея бинара. Это явление было обнаружено физиком бинаром еще в 1901 году. Главное, чтобы вещество было однородным и вязким, как мед. Или, например, гель для душа. И как видите, в таком случае соты будут образовываться без проблем. Так что никакой генетической памяти меда не существует. Это простой фокус, который используют недобросовестные продавцы. Теперь возьмем лист бумаги и смажем небольшой участок медом. Считается, что если поджечь бумагу, то она сгорит. Но если мед натуральный, то на данный участок с медом огонь не подействует. И действительно, бумага сгорела, а участок с медом остался целым. Теперь смажем бумагу все тем же арбузным медом. Участок бумаги с ненастоящим медом тоже не сгорел. А это обыкновенный джем. И с ним опыт повторил свой результат. Так что данному способу тоже нельзя верить. А участок бумаги остался неповрежденным огнем только лишь потому, что мед и другие вещества содержат в себе влагу, которая и мешает процессу горения. Возьмем капельку меда и начнем втирать ее в кожу. Если мед натуральный, то он полностью впитается. Хотя у меня мед и натуральный, но он все равно впитался не на 100%. И рука осталась липкой. Попробовав втереть капельку джема, у меня получился аналогичный результат. Так что этому методу я бы тоже не доверял. Натуральный мед при переливании тонкой струйкой должен создавать небольшую горочку. Если же такой горочки нет, то это недозревший либо поддельный мед. У настоящего меда струя не будет прерываться, какой бы тонкой она ни была. У поддельного меда струйка будет прерываться и затем капать капельками. Если растворить пол чайной ложки меда в воде, то вода должна остаться прозрачной. А если в воде окажется много примесей, которые выпадут в осадок, то значит мед поддельный. Растворяем пол чайной ложки меда в воде и капаем капельку йода. Если вода не изменила цвет, то мед натуральный. А если вода стала приобретать синеватый оттенок, то мед поддельный или содержит в себе крахмал или мел, которые добавляют для увеличения веса. Выливаем в медовый раствор чайную ложку уксуса. Если ничего не произошло, то мед натуральный. Если пошла реакция вспенивания, то мед поддельный и содержит в себе примеси, которые и вступили в реакцию с уксусом. Капаем в центр тарелки капельку настоящего меда, по краям будет арбузный мед и вишневый джем. Посыпаем сверху крахмалом, ждем около 10 минут. Как видите, на натуральном меде крахмальная шапочка осталась без изменений, а на других продуктах она частично растворилась. Капаем на салфетку настоящий мед, арбузный мед и сироп шиповника. Оставляем на 10 минут. Вокруг настоящего меда видна четкая граница, а вокруг других веществ виднеются разводы от чрезмерного содержания влаги. Друзья, обязательно поделитесь этим видео со всеми знакомыми, чтобы они тоже узнали правду про проверку меда и не дали себя обмануть. А также ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем большое спасибо за внимание и до новых встреч!